Деньги заплачены, где услуги? Я уже хорошая девушка, я всех люблю, забочусь. Деньги заплачены, где муж? Я уже работаю над здоровьем столько-то, где здоровье. То есть они все торгуются с Богом. Но когда приходит настоящий человек, уже попавший сильно под влиянием благости, интересно он себя ведет, он говорит, Олег Геннадьевич, благословите, пожалуйста, я хочу понять, как жить. Я хочу чисто, честно жить, пускай мучает меня судьба. Пожалуйста, пускай Бог мне даст знания, я хочу ему служить, я хочу об всех заботиться, я хочу научиться всех любить. Я не хочу счастья, я хочу знания. Все, ему не нужны благословения, он уже все понял. Очень скоро появятся настоящие друзья, настоящая семейная жизнь, настоящая работа. Бог дает все такому человеку, который отказался от личного счастья ради служения людям истине Ему. Все он приходит к нему, в его жизнь, все такому человеку. Только скупость мешает быть счастливым. Вот эта скупость, она не дает нам покоя. Я хочу быть счастливым, я хочу быть счастливым, я хочу быть счастливым. Эта скупость мучает нас. Меня спросили, когда вы начнете говорить о том, как победить плохую судьбу? Сейчас начну говорить, прямо сейчас. Смотрите, есть четыре пути. Первый путь. Самый простой, но самый грубый. Это путь аскез. Первое, что человек может сделать, он может улучшить режим дня, жить по часам правильно, облегчает жизнь сразу. Сразу становится легче. Он может поститься, он может бросить плохие привычки, бросить есть мясо. Он может делать зарядку каждый день, закаливаться. Он может, женщина может вот так всем всегда говорить, вот так. Да, мой хороший, да, мои хорошие все, да, вы правы, я не права. Вот так. Вот. Сразу облегчение наступает. Аскезы – это внешний механический способ преодоления судьбы. Этот способ делается рывком. Допустим, и некоторые люди говорят, неестественно делать неправильно. Вы ошибаетесь. Путь победы над собой такой. Сначала ты делаешь все искусственно, потом к этому получаешь вкус, и после этого у тебя развивается все естественно. Приходит время, и тебе становится это естественно. Смотрите, допустим, женщина приходит домой и может говорить, да, мой хороший. Хотя думает, вот скотина внутри. Да, мой хороший, да. Просто потому, что она поверила Олегу Геннадьевичу. Она поверила, думает, ну надо править, но ничего не помогает. Она, девушка, рассказывала. Это не с моих лекций, с лекций моего наставника, она рассказывала. Послушала лекции и начала делать все правильно. Как бы она была на консультации и сказала, я не верю, что мой муж изменится. Ну, давайте попробуем 7 дней, он сказал. Хорошо, она решила 7 дней, ему говорит, да, мой хороший, начала вести по-женски себя вот так. Взяла себя в руки, была такая очень волевая женщина, начала совершать женский аскетизм. Она такая мягко ведет, улыбается. Да, мой хороший, спасибо тебе, я так благодарен. Стирает, убирается. Он ее спрашивает на второй день. Это что происходит? Она говорит, я слушаю лекции вот такого человека. Он побежал к этому человеку, пришел, посмотрел на него, взял его за руку, говорит, послушайте, как из такой мырлы вы за два дня сделали такого прекрасного человека? Он был в шоке. Некоторые пугаются вообще. Есть даже яролаж, когда ребенок, у него был такой день родителей, и он, короче, начал маме уроки выучил, все прибрал. Мама пришла в школу, говорит, почему так чисто? Она испугалась. Что-то, что случилось? Она думает, он, ребенок это сделал из-за того, что он что-то сделал, что-то случилось. Иначе зачем он же так помыл полы, зачем он помыл посуду, зачем он все сделал чисто? Он говорит, ничего не случилось, мама. Она такая, ты уроки выучил? И уроки выучил. Такая смотрит на него. И там еще что-то спросил, он говорит, ты это сделала на раз, в оморок такая. И приходит проверять эти, из класса приходит проверять. Говорит, ну ты все выполнил? Он говорит, все выполнил, смотрите результат. Мама такая лежит в оморок. Ну, то есть, видите, аскезы надо как-то выполнять аккуратно, потому что родственники страшно пугаются. Для них это шок. Иногда радуются, но чаще пугаются. Человек бросает резко мясо есть, начинает рано вставать. Когда он в страсти, он все это делает демонстративно. Потому что его цель на самом деле изменить родственников, а не себя. Люди все в страсти, все хотят других поменять, чтобы им легче жить было. На самом деле они от него не знают, что они хотят, чтобы легче жить. Они говорят, я его хочу изменить, потому что я бескорыстная. Нет, ты хочешь его изменить, чтобы тебе легче жить было. Поэтому женщина встает раньше, смотрит, скотина спит или нет. Она желает всем, я повторяю, я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Говорит, я тебе две недели уже желаю счастья. Ты хоть бы хны, а? Вот. И люди в страсти это делают для того, чтобы женщины часто, чтобы менялись дети. Они подсовывают лекции им, пытаются их всех изменить, других. Себя они меняют, других меняют. Люди в благости, они никого не меняют вообще. Они знают, придет время, люди сами поменяются. Люди в благости работают над собой, желают всем счастья, прощают. Им хорошо жить, поэтому они никого не трогают. Они прощают, просят прощения, у них все нормально. И люди тают, их сердца тают вокруг. Они меняются сами. Ничего не надо ни у кого менять, все хорошо. Но люди в страсти, они все делают с целью поменять окружающую обстановку. Работают над собой. Или для гордости. Они показывают, какой я крутой. Допустим, я когда закаливался, я пришел в это место в Тольятти, где все закаливаются и смотрю, ходят друг перед другом. Пузо показывает голод. Нырнул. Нету. Уже страшно становится. Вины говорит, ты смотрит, испугались, нет? Сначала посмотрел, а потом полез назад. Ну, вылазит, говорит, я каждый день сюда хожу, сынок. Мне говорит. Смотрит на реакцию. Чувствуешь, какой я крутой? Ну, это означает страсть. Аскезы в страсти приводят к разрушению здоровья. Этот человек в следующем летом оставил тело от сердечного приступа. Так меня жизнь учила, показывала, кто есть, кто, что происходит. Надо наблюдать и очень внимательно следить за тем, что происходит. Самый первый результат Аскез всегда один. Человек, который просто делает, выполняет правила чистой жизни, всегда попадает под влияние гордости. Всегда. Это закон. Вот смотрите, вы, допустим, бросаете есть мясо, проходит немножко времени, и вы чувствуете, что мясо — это мерзость. Пока человек ест, он не может почувствовать. Вы чувствуете мясо мерзости. Поднимите, кто бросил есть мясо. Поднимите руку, кто не считает, что это мерзость. Вы не считаете. Еще не бросили, значит. Когда человек бросил есть мясо, он чувствует, что это фу. Мясо — это фу, это неприятно. и как он потом называет людей которые едят мясо ну трупоеды до трупоеды мясоеды могильщики почему он так говорит потому что он загордился тем что он вегетарианец люди допустим сырое начали сыроеды до сырое начали есть они смотрят на все кто ко мне один подошел у нас вегетарианский фестиваль был он подошел ко мне так смотрит на меня вы вегетарианец я говорю да сколько лет зачем он это спросил сравнивает гордиться я говорю 25 хорошо что-то не получилось да а вареное кушаете меня спрашивают я говорю кушаю пошел добился ну то есть сыроеды считают что только сырое надо есть и остальные отстой все кто едят вареные все отстой а мясо вообще отстой вот понимаете то есть люди которые сверху начинают совершать аскезы первый результат это гордость потому что они аскезы совершают не зная того для того чтобы возвыситься над всеми для того чтобы стать сильнее то есть они в страсти это делают потому что когда человек совершает аскезы на благо других людей вот это аскезы благости уже допустим зачем женщина встает рано чтобы очистить атмосферу в семьи вот что что дает возможность семье быть счастливой очищение атмосферы семьи для чего женщина освещает пищу для чего станет алтарь дома для чего встает рано лист чего моет пол для того чтобы была чистая атмосфера муж приходит чистую атмосферу сразу все плохие черты характера сразу видны у него совесть его мучает ему стыдно перед женой пить стыдно ругаться стыдно вести себя плохо потому что чем чище атмосфера тем больше очищение сознания тем трезвее мысль человек то есть когда женщина очищает атмосферу просто на благо всех близких в результате все само собой становятся лучше но она при этом никого не меняет она не трогает никого знает что придет время все изменится почему все мучают меня почему все такие плохие потому что мне положено мучить меня я это заслужила все по судьбе так благостная девушка женщина понимает поэтому она счастлива она живет она знает что чем больше я сделаю хорошего тем больше счастья будет жизни больше не на что рассчитывать и так как она больше ни на что не рассчитывает приходит время и близкие люди становятся сильно благодарными ей они считают ее такой хороший такой удивитель но это награда уже она приходит не сразу через много лет потом и так аскезы что делать вот смотрите есть три препятствия в судьбе первое препятствие когда судьба поднимается вверх означает тяжело жить стало что делает аскетичный человек обычный человек доходит до определенного уровня жизни и ломается он не может через этот приборок дальше перейти понятно аскетичный человек переходит он способен так напрячь свою судьбу и вынести это чтобы любые испытания преодолеть я все смогу я клятвы не нарушу своим дыханием землю обогрею то есть аскетичный человек он на все только прикажи и я не струшу товарищ время ну то есть аскетизм это сила она дает силу что дает аскетизм человеку силу преодоление судьбы аскезы нужны обязательно без аскез человек не может жить но аскезы всегда надо посвящать богу надо говорить господь пожалуйста я сделал эту аскезу я стал годрым гордым забери у меня эту гордость я хочу себя считать такими же таким человеком как все а может быть еще хуже настоящий чистый человек никогда себя не считать лучше других настоящий развитый человек всегда очень прост со всеми суворов был развитым человеком был прост со всеми лев толстой был развитым человеком был прост со всеми и инштейн был просто всеми он был развитым человеком. Ломоносов был очень прост со всеми, он был развитым человеком. Развитый человек никогда не выпендривается ни перед кем. Суворов был доступен, он знал по именам своих солдат, он их любил, преклонялся перед ними, искренне. И поэтому они отдавали за него свою жизнь. Они кричали за Родину, за Россию и за Суворова, они кричали, когда в бой шли. Понимаете, они полководца своего боготворяли, потому что он был таким человеком. Поэтому, когда человек совершает аскезы, единственное, что гордость может помешать ему жить, он должен просить у Бога и у наставника, чтобы не было гордости. И как на самом деле сделать так, чтобы ее никогда не было? Надо всегда выполнять аскезы только с благоставления старшего, а для этого надо иметь старшего. Люди страсти не имеют старших. Люди в невежестве брезгуют старшими, а люди в благости, если живут без старшего, они чувствуют, что их жизнь бессмысленно протекает. Жизнь без старшего означает жизнь без совести. Веды говорят, что совесть может проявиться только через старшего. Как определить, чего мне не надо делать? Спроси, тебе скажут, зачем выдумывать? Некоторые говорят, у меня старший в сердце находится. У меня учитель в сердце. Учитель в сердце тебе будет говорить только то, что ты хочешь. Если ты хочешь понять, что на самом деле тебе мешает жить, спроси у того, кто является старшим. Он тебе скажет честно. Хоть эти слова тебе будут больны, но потом ты переваришь со временем. Сначала яд, потом нектар. Значает благость. Сначала нектар, потом ясть. Яд, страсть, невежество, всегда нектар. Означает на самом деле всегда яд. Понятно, да? Люди в невежестве всегда думают, у нас все хорошо, но мы такие крутые. У нас самая лучшая жизнь. Они находятся в полной иллюзии. Они понимают, что они просто деградируют. Люди в страсти сначала нектар. Сначала познакомились. Любовь, морковь, нектар, потом яд. Смотрите, сказки никогда об этом не рассказывают. Да? Идет сказка. И конец какой? Они стали жить, пожевать и добра наживать. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. Что дальше происходит, ничего не говорится. Что там сковородки об голову бьют там дальше. Об этом не говорится ничего. Главное, вот они добились друг другу. Вот этот нектар рассказали. Остальное неважно уже все. Видите, нижний центр, когда танцуют, это невежество, да? Танцы в страсти какие? Вернулась танго, 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 а ты ушла. Ну то есть страсти танцы, такие светские танцы. Благости танца, это танцы для Бога. А сейчас мало кто это знает, что такое есть, видел. Искусство благости, это для Бога искусство. Картины благости, это природа и божественное качество людей, святость, церкви и лики святых. Это благостное искусство. Страстное искусство — это рисовать вельмож всяких, бой, сражение. Если хотите понять, что такое страстное искусство, приходите в Эрмитаж. Много благостного искусства в Русском музее в Питере. Там картины святых, там природа. Невежественное искусство — это Малевич, черный квадрат, тупость, сверхтупость. Ну то есть когда я недорисовываю им что-то, типа круто нарисовал. Мне один картину подарил, сказал, вот это река, вот это вот природа. Если бы он не сказал, я бы не понял. Я говорю, спасибо, что сказали. Все нормально. Невежество и страсть не являются преступлением. Мы живем для знаний в этом мире. Мы живем для знаний. Все страдают от незнания. Итак, второй путь — это пожертвование. Пожертвование. Когда человек занимается тем, что он отдает, отдает свое. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Пожертвование. Путь пожертвования, если путь аскез дает возможность сильным быть, и это нужно, потому что у нас бывают плохие периоды в жизни, надо стать сильнее в это время. Для этого ты должен быть аскетичным. Бывает, что ты заболел, надо стать сильнее. Бывает, что тебе предстоит попасть в аварию, тебе надо быть сильнее. Бывает, что ты попал в аварию, надо быть сильнее. Бывает, что ты лежит в реанимации, надо быть сильнее. Бывает, что от тебя уходят близкие люди, надо быть сильнее. Бывает, что у тебя все рушится, надо быть сильнее. Бывает, когда надо защищаться, потому что на тебя нападают, надо быть сильнее. Мне интересно, жизнь разок проверила недавно, так очень по-взрослому. Я читал лекцию в Питере, лекцию читал о вот этой теме, теме предания и теме тяжелой кармы и предания. И в это время вот так вот с конца зала, там такой плоский зал был, с конца зала пошел очень решительно на меня человек в черном пиджаке, такой с не мигающим взглядом, такой, видно, обученный делать свои дела. Так он пошел, пошел, и когда он вышел уже вот сюда, я говорю, вы что-то хотели? Он говорит, я знаю, что я хочу. И вот реально, когда он сказал, весь зал замер от страха. Знаете, я увидел, что мужчины такие крепкие, которые могут все что угодно сделать боевыми искусствами, много вот таких сильных мужчин сидел, я посмотрел, все оказались в страхе, весь зал был в страхе. Он подошел ко мне, встал сзади вот так меня, встал сзади, представьте, лекция идет, стоит человек сзади, с не мигающим взглядом, таким в черном во всем, и такое холодное лицо такое, готовый убить в любой момент. Я в сердце, у меня два варианта, или побежать, первый вариант побежать, жить хочется же. Второй вариант был такой, я хочу оставить жизнь для Бога. В сердце как-то возникло такое желание. Я думаю, вот это получше вариант, чем бежать-то. Я начал, просто как бы игнорировал его, начал читать лекцию, продолжать. Но у меня сковало все тело, вот это то, что аскезы, я сейчас говорю про аскезы. У меня сковало все тело, язык перестал двигаться нормально, то есть логика осталась, но шуток не было уже. То есть я читал лекцию, у меня было сковано все внутри, зал был просто такой в шоке, все побелели такие, сидели такие, вообще не знаю, что делать. Такие, все было вот в таком цвете. И потом в какой-то момент, вот здесь в моем сердце, что-то возликовало. И там возникла благодарность к тому, что вот такой поступок, благодарность. И у меня в сердце возникло чувство, что все на самом деле очень хорошо, все идет очень хорошо, нет никаких проблем. И в эту самую секунду он пошел. Он пошел уже другой походкой, потому что он не добился своего. Это был шантаж просто, на самом деле оказался. Хотел показать, какой я трус. Я на самом деле правда трус, если честно. Вот, но почему-то Бог защитил меня в этой ситуации. И он не смог добиться своего, он ушел. А мы начали обсуждать эту тему. Вот что бывает с человеком в критических ситуациях, как, что нужно, что нужно человеку аскетизм в этой жизни иметь для этого и так далее. И он помог мне лекцию эту, этот человек, прочитать. Я ему очень благодарен. Лекция была удивительная. Все слушали очень сильно, как знаете, Ленин в октябре такие. Потому что он помог, такой настрой сделал с людьми. Это было где-то в прошлом году, осенью. И так бывают ситуации в жизни, когда нужен аскетизм. Поэтому каждый человек должен рано вставать. Он должен обязательно каждый день делать зарядку. Женщины должны танцевать, танцами заниматься, пластику развивать. В женском теле здоровье зависит от пластики. В мужском теле здоровье зависит от выносливости и физической активности. Мужчины должны заниматься зарядкой какой-то, физически развиваться активно, бегать там. Какие-то игры спортивные совершать. Женщины должны заниматься танцами или пластические упражнения какие-то делать. Каждый человек должен обливаться два раза в день как минимум прохладной или теплой водой. Обязательно. С головой. Женщины могут одевать шапочки. Для того, чтобы волосы не мочить женщинам, надо мыть волосы не слишком часто. От этого страдает тонкое тело. У женщин в волосах содержится психическая сила. Поэтому волосы у женщин должны быть длиннее. Раз в неделю нормально. Два раза в неделю. В зависимости от жирности волос. Чем жирнее волосы, тем чаще надо мыть. Видите, вы молчали все время. Сейчас начали задавать вопросы. Как только вопрос, речь коснулась тела, сразу все стало интересно. Сразу такие оживились. Олег Геннадьевич, сколько раз? А в туалет сколько раз ходить? Это очень важно. Спасибо вам большое. Я не достоин. Видите, я не достоин этого всего. Похвалайте всех. Итак, пожертвования растворяют вот этот бугор, который человек поднимается, аскетичный. Пожертвования растворяют это все. Они сжигают карму пожертвования. Когда человек платит, дает нищему на жизнь, он не голодает. Когда человек, смотрите, как интересно. То есть, если ты даешь, делаешь что-то, ты получаешь такой же ответ. Вот, допустим, если женщина заботится о детях, она преодолевает бесплодие. Если, допустим, мужчина ответственность берет за всех, он становится руководителем. Понимаете, ответственность взять не означает фирму создать. Некоторые думают, надо создать фирму. Постепенно все начнут мне подчиняться. Так не работает. Подчиняются тому, кому доверяют. Для того, чтобы создать фирму, надо что делать? Надо совершать аскезы, становиться ответственным человеком. То есть, соблюдать режим дня, планировать свой день. Надо, взял слово, железно, чтобы не было, выполнил. Дальше, надо всегда заботиться о людях учиться. Помогать всем. Раз человеку трудно, допустим, помоги ему, сделай так в ущерб себе. И так человек, который постоянно живет для других, он может стать ответственным. Как только стал ответственным, сразу люди хотят, чтобы ты для них фирму создал. Тебе предлагают, а стань у нас руководителем. Потому что они видят, что это золотой человек, он на своем месте. Все, само собой, раз-раз стал руководителем. Понимаете, не надо пытаться, карьеризм не надо строить. Карьеризм означает преждевременное действие. Ты создаешь фирму, от тебя все разбегаются. А если остаются, обманывают. Почему? Потому что ты не достоин быть таким человеком. Поэтому нужно совершать пожертвования и аскезы. Аскезы сделают человека сильным. И, значит, выше в обществе, больше, выше положение. Аскетизм делает человека высоким положением. Дальше, пожертвования делают глубоким сердце человека. Они делают глубоким отношения. Женщина должна жертвовать своим трудом в семью. Мужчина должен свой труд отдавать обществу. И это создает сердце, делает мягким, глубоким. Понимаете, когда мы жертвуем деньги, жертвуем слова теплые, жертвуем имущество. Но, понимаете, самое трудное — жертвовать деньги. Потому что деньги можно использовать куда угодно. Поэтому жертвовать деньги можно только святым людям, если ты знаешь, что они святые. Потому что часто бывает не так, к сожалению, в наше время. Вот дальше. Поэтому лучше всего дежертвовать свои слова. Я желаю всем счастья. Это пожертвование никогда не пойдет впустую. Любой человек нуждается в знании, в счастье, в милости. Поэтому можно людям, конкретному человеку желать счастья, молиться и отдавать, жертвовать свое благочестие. Результаты молитвы кому-то всегда надо отдавать, чтобы через тебя всегда шла эта энергия чистоты. Некоторые думают, я отдал, значит, у меня не осталось. Это бред. Духовная энергия имеет другую арифметику. Я улыбнулся, вы мне улыбнулись, я опять улыбнулся. Это бесконечно. Понимаете? Я когда уже и улыбнулся, у меня не истощилось, улыбки меньше не стало. Стало больше, наоборот. Другая арифметика. Когда ты отдаешь, тебе больше пребывает. Ты никогда не теряешь в это время. Для чего нужно пожертвование? Для того, чтобы размягчить судьбу. Для того, чтобы сердце мужа стало мягким, чтобы он не проклинал, не злился, не был жестоким. Для чего нужны пожертвования, чтобы дети не были жестокими? Для чего нужно пожертвование? Для того, чтобы не было войны. Для чего нужно пожертвование, чтобы уродами дети не рождались? Для чего нужно пожертвование, чтобы в аварию не попадать? Для чего нужно пожертвование, чтобы милость пришла от святых людей? Для чего нужно пожертвование, для того, чтобы с голоду не помереть, когда голод? Для чего нужно пожертвование, чтобы не замерзнуть в холод? Вот, понимаете, чтобы спасли тебя, когда ты сильно заболел, чтобы нашёлся врач. Человек жертвует для того, чтобы смягчить свою судьбу. И те, кто жертвует, они всегда спасены. Даже простым способом это можно понять. Если ты жертвуешь, у тебя появляются добрые друзья. Вот люди, которые жертвуют всем, кто откликается на такую деятельность, добрые друзья. Уже по жертву нелегко определить, кто друг, кто так себе. Ты пожертвовал что-то человеку, подарил. Кто так себе ждёт подарка опять. Продолжай. А друг настоящий захочет отдать больше. Если человек способен быть другом, ты ему что-то дал, пожертвовал, он тебе больше захочет отдать. Ты даёшь, он больше даёт, ты даёшь, он больше даёт. Друг настоящий. И все могут быть друзьями. Быть другом означает развитость сознания. Не означает, что мы совместимы, значит, друзья. Да, такое бывает. Люди балдеют иногда друг до друга, дружатся. Потом чуть-чуть беда у человека и до свидания. Дружба неустойчивая. Самая сильная дружба между святыми людьми. Простые люди не могут глубоко дружить, потому что много корыстей в сердце. Поэтому по факту мы все одиноки здесь в этом мире. Одиноки, потому что в кругу один эгоизм. Но постепенно с увеличением благости одинокость проходит, увеличивается глубина отношений. Самое лучшее людям давать знания, как жить, потому что люди всегда будут болеть. Мы сейчас, слушайте, я ведь не против ваших слов. Всегда всё очень сложно. Благость означает сложно, надо во всём разобраться. Слушайте, первое, что надо понять, что само по себе лечение не спасает человека. Я когда начинал людей лечить, я вёл дневник такой, отзывов. И люди давали мне обратную связь. Говорят, спасибо вам, Олег Геннадьевич, что вылечили мне головную боль. Теперь я пью пиво, и она не болит. Спасибо вам, Олег Геннадьевич, что вы вылечили мне сердце, я теперь ругаюсь с женой, сердце не болит. Понимаете, когда я такую обратную связь получать начал, я почувствовал, что что-то не то я делаю. Потом я понял, что на самом деле главное — это человеку дать знание, как жить. Потому что когда ты его вылечиваешь, он опять больше начинает делать глупостей. Почему человек болеет? Потому что делает глупости. Вылечился — больше делает глупостей. Это одна медаль, половина медали. Другая половина медали заключается в том, что в основном люди болеют от глупостей, которые совершили в прошлой жизни. Понимаете, я исследовав тонкое тело человека, заметил, что у каждого человека, понимаете, все болезни хронические зависят от работы тонких каналов психических. И у нас этих каналов очень много. Но у каждого человека есть четыре таких вот тонких канала, на которых наслаиваются хронические заболевания. С самого рождения. Вот у каждого человека с самого рождения есть четыре направления, по которым копятся хронические заболевания. Как быстро они копятся? Тяжелый период жизни начался, быстрее копятся. Плохо живешь, неправильно. Сильнее копятся. Грешишь, сильнее копятся. Ненавидишь человека, сильнее копятся. Когда человек что-то делает не так или просто жизнь нахлобучивает, хронические болезни сильнее копятся. Но у каждого человека 4 вида хронических заболеваний. Есть обязательно. Понимаете? Это не значит, что 4 болезни хронические. Канал означает связь. Вот допустим, есть канал, который связывает слизистая носа, страдает потом горло, потом бронхит, потом желудок, потом слизистые кишечника, потом слизистые половых органов. Это один канал. Он забивается постепенно сверху вниз и болезни накапливаются вот по этой линии. Понимаете? То есть много болезней может быть от забитости одного канала. Всего лишь. Что очищает эти тонкие каналы? Знания очищает. Смотрите, человек посты совершает, тонкие каналы очищаются. Человек йогой занимает, статические упражнения делает, тонкие каналы очищаются. Человек на природе ходит, по природе просто в лесу находится, возле речки купается, на солнце находится. Тонкие каналы очищаются. Понятно? Посты совершает с сырыми продуктами, сыроедение делает. Это хорошо временно делать. Не постоянно сырой пищей, а временно. Очищающий организм диету делает. Очищаются тонкие каналы. В бане ходит, очищаются тонкие каналы. Сначала холодная вода, потом парная, потом опять холодная вода. И меня спросят, а где пиво, Олег Геннадьевич? А где тёлки? Ни пива, ни тёлок не должно быть в бане. Это не для этого предназначено. Видите, это знание. То есть, лечение настоящее — это дать знание о том, как жить. Человек должен утром кушать сладкий вкус, сладкое что-то. В обед все шесть вкусов. Вечером опять сладкий вкус. Но другой сладкий вкус. Благости. Вечером можно есть молоко и мёд. Это благостный сладкий вкус. А утром можно есть всё сладкое. Днём все вкусы. Утром должна быть лёгкая пища. Вечером лёгкая пища. Вечером овощи могут быть тушёные. Пресный вкус вечером тоже. Тушёные овощи. Утром фрукты, сухофрукты, мёд, кисломолочные продукты. В обед более тяжёлая пища. Солнце высоко стоит, едим больше тяжёлую пищу, потому что она переваривает всё. Вечером лёгкую, потому что солнце садится. Утром солнце поднимается, тоже лёгкую пищу. Но так как утро — это благостное время, мы едим благостные продукты. День — страстное время. Работаем днём. Едим страстные продукты. То есть более острый, кислый, солёный, горький вкус. Вечером — пресный вкус. Успокаиваемся. Видите, есть знание, как жить. Его надо изучать. У меня есть на это поводу лекции. Изучайте. Правильная жизнь означает аскетизм. Это даёт силу. У человека увеличивается работа, способность, увеличивается здоровье, увеличивается концентрация внимания, улучшается память, улучшается сила. Выключите свои телефоны. Ну сколько можно уже? Ну неужели не понимаете? Вот давайте сейчас эти звуки. Я жду. Прым-пум-пум. Давайте. Выключайте телефоны. Нам надо читать лекцию. Нельзя отвлекаться сейчас. Вся концентрация на лекции. Молоко из магазина — это молоко. Можно пить. Это лучше, чем не пить. Лучше такое, чем вообще никакое. А ещё лучше от коровы домашней. Домашнее означает с любовью. Домашнее означает неразбавленное. Домашнее означает без консервантов. Домашнее означает свежее. Лучше. Но если нет такого, я в Москве жил и с тетропакетов пил. Лучше пастеризованное молоко, чем вот это вот, как его называют? Чем порошковое, да, там, с консервантами, тетропакетами. Кто говорит? Врачи. Для вас кто является авторитетом в области медицины? Врачи в целом. Ведущий терапевт. Для меня самый ведущий терапевт — это Ибн Сина Авиценна. Он 800 лет назад написал книгу по лечению внутренних болезней, которая вместе напечатана была на первом печатном станке вместе с Библией. Эта личность был настолько, это был гениальный человек во всех отношениях. В семь лет, по-моему, он наизусть выучил Коран. В девять лет победил всех знатоков Корана на конкурсе. Великолепно цитировал, знал полностью Коран наизусть. В одиннадцать лет он вылечил царя своего государства от тяжелой неизлечимой болезни. И царь ему дал доступ до всех книг своей библиотеки. Он их всех наизусть выучил, всю библиотеку, в семнадцать лет. В девятнадцать лет он написал канон врачебного знания в нескольких томов, которым пользовалось много сотен лет люди. Много сотен лет. Непреклонные истины он написал. Непреклонные истины врачебной науки. В этой книге говорится, что молоко является уникальным продуктом. Этот продукт охлаждает греховную силу. То есть к старости количество грехов увеличивается. И у человека возрастает количество болезней. К старости увеличиваются токсины. Молоко освобождает организм от токсинов. И поэтому, чем старше человек, тем больше он должен дружить с молоком. Молоко плохо переваривается днем, поэтому его надо пить вечером и утром. Молоко в целом трудно перевариваться, поэтому его надо подогревать. И чтобы лучше переваривалось молоко, для этого надо его вместе кушать с медом. Поэтому Авиценна сказал, что пожилые люди, которые вечером будут употреблять молоко с медом горячее, их продолжительность жизни увеличится, организм будет очищаться от токсинов, психика успокоится, расслабится. Они будут более умиротворены, потому что молоко это продукт любви. Молоко это продукт любви коровы, мед продукт любви пчел. И корова и пчела являются благостными живыми существами. Поэтому молоко очищает психику человека и развивает в нем разум. Перестает вырабатываться. Совсем. Совсем перестает. Молоко не усваивается. Я согласен. Да, есть такие шизофреники, которые как говорят. Ну а если оно перестает усваиваться, значит, я выпил молоко и отравился, получается, что нет. Значит, у меня должен быть инфаркт уже. Не всех касается. Меня, значит, не касается. Веда объясняет, что с развитием деградации человечества невежественные продукты будут прославляться, такие как мясо, а благостные продукты будут забиваться. Невежественные напитки, такие как молоко, будут ненавидеть, а благостные напитки, как молоко, будут ненавидеть, а невежественные, как вино, будут прославлять, писать диссертации, что это полезно и так далее. Это признак деградации нравственности человечества. Вы поймите, что медицина – это то, что проверено временем. Как определить, что это точно работает? Если книга, написанная, осталась 800 лет, значит, это медицина. Значит, это точно работает. Потому что все, что не работает, уничтожается временем. Как определить, что вот прав человек или нет, который что-то говорит? Мои хорошие, послушайте меня, мои дорогие. Я специалист в области общественного здоровья. Общественное здоровье изучает, что можно кушать, что нельзя. Она работает с диетологией, понимаете? Современные знания по поводу диетологии. Молоко является полезным продуктом. Оно увеличивает продолжительность жизни. Есть такой ученый Хатори, он доказал, что молоко имеет очень много мелатонина. Этот мелатонин хорошо влияет на нервную систему. Оно успокаивает психику. Молоко на самом деле хорошо переваривается, но только в вечернее время. Просто наши ученые исследовали его днем. Днем молоко пить нельзя, потому что под влиянием солнца оно сразу окисляется. И в результате организму наносит вред. Вечером молоко пить можно, потому что молоко под влиянием луны переваривается очень хорошо. И когда человек пьет молоко на ночь, он успокаивается, хорошо спит. Психика восстанавливается. Молоко питает психику энергией любви, которой у нас так не хватает и так далее. Я не буду вам сейчас по этому поводу лекцию читать. Просто есть медицина в страсти, есть медицина в невежестве, есть медицина в благости. Медицина в благости учит, что молоко это хорошо, что молочные продукты это вообще очень хорошо. Вы ругаетесь на медицину еще? Я вам сейчас объясню. Смотрите, все очень просто. Человек пользуется той медициной, в каких качествах он находится. Невежественные люди пользуются невежественной медициной, страстной и страстной, а благостной и благостной. Врачи бывают страстные, благостные, невежественные. Вот у меня сейчас почти весь первый ряд состоит из врачей. И что, к ним не ходить? Есть благостные врачи, они ходят на лекции, изучают все, как жить. Хватит ругаться, дайте возможность мне прочитать лекцию. Сейчас вы пренебрегаете аудиторией, вы пренебрегаете этой аудиторией сейчас. Вам не надо больше ничего говорить, надо сейчас молчать, потому что люди хотят слышать лекцию. Вы согласны со мной, нет? Так, продолжаем беседу. Не надо ни на кого ругаться, это не поможет. Ругайтесь на свою судьбу, на свое невежество ругайтесь. Не надо ни на кого ругаться, ничего не поможет. Мы живем там, где мы заслужили. В какой стране мы живем, которую заслужили? Какой у нас правитель? Самый лучший. Самый лучший. У нас правда хороший правитель? Я не знаю, как в общей стране угораздило наше получить такого правителя. Вот до этого был как раз такой, как надо. У нас все хорошо. Продолжаем беседу. Итак, пожертвования очищают сердце, делают его мягким. Человек может прощать легко, когда он совершает пожертвование. Пожертвования нужно совершать таким образом. Самое легкое пожертвование я желаю всем счастья. Нет никаких условий. Можно делать в любое время. Самое легкое пожертвование – это прощать, просить прощения. Это пожертвование приносит к успеху всегда. Жертвовать пищу, освященную пищу, очень легко. И в ней нуждаются все, даже алкоголики. Всегда носите с собой немножко жертвенной пищи. Там всякие проспирки, там еще что-нибудь. Берите эту пищу и давайте тому, кто просит милостыни. Если он отказывается от этой пищи, значит, человек не нуждается ни в чем. Но не нужно ему насильно все равно это давать. Давайте пищу тем, кто нуждается в ней. Если человек хватает жадностью пищу и начинает сразу есть, значит, ваше пожертвование увечалось успехом. Если он берет пищу скромно, как бы, и так ее прячет, прячет так как-то вот скромно, значит, ваше пожертвование увечалось успехом. Если он берет пищу и швыряет ее, и просит дальше пожертвования, значит, не устанчалось. Лучше всего отдавайте пожертвования возле храмов, потому что возле храмов те стоят, уверят, что Бог им поможет. Не давайте пожертвования в нечистых местах, такие как вокзалы там. Там не те люди принимают пожертвования. Никогда не верьте тем, кто кричит, что меня ограбили, у меня все пропало, и я поэтому хожу, дайте мне милостыню. Эти люди просто зарабатывают деньги. Когда человека ограбили, он идет к близким людям, просит помощи. Или в милицию, одной из двух. Он не ходит по вокзалам. Одежду жертвовать можно цыганям, которые приходят, просят одежду. Это люди, на самом деле, обделены жильем. Им нужно помогать. Если не ходят, странствуют, просят чего-то. От двери к двери надо помочь, значит. Ничего страшного. Может быть, они не так используются, но все равно это хорошо, помогать таким людям. Странникам всегда хорошо помогать. Людям, у которых нет дома там и так далее. Дальше. Пожертвование. Денег очень опасное пожертвование, потому что всегда можно деньги использовать по-разному. Если ваши деньги пропьют, если священник на ваши деньги будет использовать это в своих целях, это пожертвование является благостным. Это пожертвование развивает алчность в людях. Поэтому, если у вас священник есть чистный, честный, который всегда делает добрые дела, жертвовать ему деньги каждый день, каждый месяц, и вы будете счастливы. Очень трудно найти туда, где жертвовать можно стабильно. Потому что это означает, если пожертвование принимается равнодушно человеком, и в ответ на пожертвование он вам хочет сказать что-то хорошее, опять же, спокойно, с любовью. Если вы не пожертвовали, он на вас не обиделся, значит, все нормально. Если пожертвование принимается с удовольствием, если оно принимается и подобострастно человек относится к вам, если он нарочисто, пышно пытается вас удивить чем-то, если он от вас зависит, и вы не принесли, он обиделся, значит, это неблагостное пожертвование. Жертвовать деньги нужно очень аккуратно. Нищий быстро прийти к деньгам привыкает. Если нищий стоит возле вашего, ну, у него свое место, где он стоит, и в один раз пожертвовали, в следующий раз он будет уже от вас ждать, будет вас видеть и уже как бы требовать от вас денег. А если пять раз пожертвовать, может даже подраться с вами, если вы ему не дадите. Это будьте осторожны. Лучше всего жертвовать на благие дела. Есть люди, которые хотят строить детские дома, строить школы, они хотят строить приюты и хотят кормить, как бы, хотят лечить людей, там, тяжело больных. Можно ли жертвовать тяжело больным людям? Да, нужно жертвовать тяжело больным людям, нужно. Особенно детям, инвалидам на лечение, да. Или жертвовать на лечение – это хорошо. Людям, особенно невинным, это дети, там, инвалиды и так далее. Хорошо жертвовать на лечение, это правильно. Вот. Если человек болеет, и он ведет грязную жизнь, и факт, что нужно его жертвовать на лечение. И сложно его вылечить по факту на самом деле. Потому что ты его вылечил, он опять начал потом делать глупости, опять заболел. Таким людям нужно знание. Самое лучшее пожертвование – это давать людям знание. Поэтому, если вы что-то знаете, говорите смиренно. Тем, кто хочет слушать, не надо пытаться давать знание близким людям. Это невозможно им передать знание. Близким людям можно передать только любовь. А если близкие люди спрашивают вас сами, что ты услышал на лекции, расскажи. Это значит, что карма семейная плохая у вас уже закончилась. Потому что на самом деле, в основном, близкие люди наоборот против того, что вы услышали. Это нормально. Когда близкие люди хотят слышать от вас знание, хотят вместе с вами изучать, значит, у вас все хорошо в личной жизни. А если они не хотят слышать знание, они говорят, куда ты ходил, это все фигня. Это значит, что у вас все нормально в личной жизни. Все нормально. Так всегда бывает. Это обычное. Обычное дело. Близкие люди ревнуют к чему-то новому своих близких всегда. Это нормально. Любовью можно растопить их сердца близких. Любовью. Заботой. Женщина жертвует мужу свою заботу и строгость. Два пожертвования жертвы, мужчина может мужу дать заботу и строгость. Если только забота, он наглеет. Если только строгость, он становится несчастным. Забота и строгость означают настоящую любовь. Мужчина может женщине пожертвовать мужество, непривязанность к комфорту и заботе. Мужчина, когда ведет себя мужественно в отношениях, он терпит женские эмоции, непривязанность к ее заботе. Позаботилась хорошо, не позаботилась тоже хорошо. Это пожертвование мужчины. Мужчина жертвует женщине знания. Он дает ей знания, как жить, мужество, знания. Мужчина жертвует женщине теплоту и заботу. Он нежно относится к ней, обращает ей эмоции. И не обращает внимания на ее перепады настроения. Это пожертвование мужчины. А? Нереально. Нереально. Знаете, почему вы так сказали? Потому что вы об этом сильно мечтаете. А нужно мечтать о другом. Нужно мечтать о том, чтобы самой такой стать. Я когда говорю про женщин, для женщин говорю. Говорю про мужчин, для мужчин. Все остальные затыкают уши. Вы не обижайтесь на меня, пожалуйста. Хорошо? Не обижайтесь. Я ничего плохого не хотел. Просто у нас лекция. И поэтому так себя повел. Я вас очень уважаю, ценю. Спасибо вам, что вы здесь с нами. Я понимаю ваше расстройство прекрасно насчет врачей. И я не против того, что молоко вредное. Иногда его тяжело пить. Не всем можно пить молоко. Оно тяжело переварено, как цена говорит. Но с медом легче перевариваться. Оно нужно организму, потому что оно в благости находится. А благость всегда тяжело переваривается у тех, кто живет в страсти. Молоко тяжело переваривается, потому что у нас в основном гнилостная среда в организме от мяса. Но когда у человека устанавливается благостная среда в организме, это кислая, кислая, это щелочная среда. Благостная, щелочная. Кислая — это страстная. А гнилостная — это невежественная. Понимаете, когда люди питаются только мясом и соленой рыбой, и пивом, у них гнилостная среда возникает в организме. От них воняет. Когда люди питаются очень изысканно, много мяса тоже в рационе и так далее. Вина, вино, мясо и разные другие продукты. У них возникает кислая среда. Она страстная. Щелочная — благостная. Когда щелочная среда в организме, молоко усваивается со свистом. У женщин круглые сутки. Потому что женщинам молоко крайне нужно в жизни. Оно вырабатывает женские гормоны. Если женщина живет в благости, она может пить в любое время молоко. У нее щечки румяные, взгляд спокойный, лицо лунообразное. И она всегда любит молоко и сладости. Сладости для женщины крайне нужны в организме. Потому что женские гормоны имеют сладкий вкус. Они на сладком вкусе же находятся, женские гормоны. Сладкое надо есть утром, чуть-чуть днем. Вечером можно и пить молоко. Это тоже сладкий вкус. С медом тоже сладкий вкус. Даже в обед пища должна быть чуть-чуть сладковатой. Потому что сладкий вкус – это благость. Терпкий вкус – это смесь благости со страстью. Соленый вкус – это страсть. Острый вкус – смесь страсти и невежества. И горький вкус – это невежество. Водка – какого вкуса? Горького. Сигареты – какого? Горького. И так далее. Сахарный диабет сладкого вкуса. Сахарный диабет возникает от того, что у человека жара очень много в организме. Это не от сахара, это от жара. И сахарный диабет возникает, когда человек сладкое ест на ночь. Это очень вредно для здоровья. Сладкое имеется в виду торты, пироженки, хлеб. Тоже сладкий вкус имеет. Но днем надо есть. Ну ладно, это отвлечение от темы. И так, смотрите, потому что была заявка, мы поговорили. И так, смотрите, пожертвования очень нужны, они очищают существование. Дальше. Следующий вид действия называется жертвоприношением. Отличается от пожертвования. Жертвоприношение – это слово, которое непонятно на русском языке. Жертвоприношение означает участие в чем-то, что создает правильную атмосферу. Допустим, человек приходит в храм на службы – это жертвоприношение. Человек участвует в каких-то церемониях – это жертвоприношение. Мне вот хорошую книжку принесли. Главное, надо почитать. Хорошая, правда, книжка. Я вот не люблю рекламировать книжки, но эту книжку я прошу, чтобы принесли. Это «Путешествие домой» книжка. Это книжка очень удивительного человека, одного из духовных учителей моих. Он написал о своей жизни. Это автобиография. И когда вы ее прочитаете, вы поймете, что этот человек очень искренний. У него нет никакой корысти. Он эту книгу читал для того, чтобы люди поняли, как идти к Богу. Эта книга, она показывает важность всех религий, потому что человек этот прошел через все религии. Он изучал все, что можно изучить. И она раскрывает сердце человека. Называется «Путешествие домой». «Домой» означает «Богу». Почитайте. Спокойно, спокойно. Радханатха с вами – это духовное имя. Есть еще православная книжка хорошая «Не святые, святые» называется. Тоже почитайте. Мне подарили ее как-то. Отец Тихон написал. Это духовник Путина. Очень хороший человек. Отец Тихон. Когда у человека хороший духовник, значит человек тоже хороший. Не всегда можно управлять этой страной хорошо. У нас тяжелая карма в нашей стране. Очень тяжелая. Сюда непростые люди попадают. Я не видел такого селения, где бы русский мужик не страдал. Стонет он. Некрасов, да? Ну ладно. Дальше поехали. Итак, жертвоприношение – это что такое? Вот мы с вами сейчас совершаем жертвоприношение. Когда люди вместе собираются для обретения знания – это жертвоприношение. Что дает человеку жертвоприношение? Жертвоприношение человеку дает знания. Допустим, люди собираются вместе. Жертвоприношение означает, что что-то надо в жертву принести. Люди, когда собираются вместе, и что они в жертву приносят? Время – раз. Своё понимание вещей – два. Это самое тяжёлое, что у человека есть. Самое дорогое, что у человека есть в жизни – это время. И самое дорогое, что у человека в жизни есть – это своё понимание вещей. Когда люди отдают своё понимание вещей и отдают своё время взамен на то, что принесёт им знания, эти люди благословлены Богом. Жертвоприношение — это самый высший способ достижения истины. Например, молитва — это тоже жертвоприношение. Человек жертвует временем, человек жертвует своей речью, потому что нам хочется болтать всё подряд, и всё время что-то разное. Когда человек молится, он говорит одно и то же, много раз повторяет, одну и ту же молитву. Он углубляется внутрь. Жертвоприношение углубляет психику внутрь. Понятно, да? То есть лучше всего вот эти вещи приносить в жертву. Не надо приносить в жертву животных, закалывать их возле костра. Думают, это и есть жертвоприношение. Или некоторые думают, что людей надо приносить в жертву. Приносите что-то своё в жертву. Своё плохое взамен на хорошее. Понимаете? Если у нас есть невежество, надо пожертвовать им ради знания. Мы иногда держимся за это невежество. И нужно за него держаться. Итак, молитва — это сила, очищающая судьбу. Вы меня спросили, как можно победить карму? Аскезы не дают плохой карме выходить наружу. Жертвопожертвования очищают плохую карму в озере ума. Вот смотрите. Аскезы не дают плохой карме. То есть плохая карма купится, аскезы не дают. Они её прессуют, не дают её выходить. И человек в результате знаний очищается, постепенно избавляется от кармы. Но когда они дают выходить, это значит, что ничего плохого не произойдёт. Потому что когда карма выходит наружу, дальше она неуправляема, с ней уже ничего не сделаешь. Понятно, да? Уже свершилось. На тонком плане, когда свершилось, вот это в книге написано «Мастер и Маргарита». Когда свершилось на тонком плане, дальше уже ничего не сделаешь. Масло уже пролилось, трамвай скоро поедет. Понимаете? То есть кто читал, знает, о чём я говорю. Итак, идея в чём заключается? В том, что когда человек совершает аскезы, он не даёт на тонкий план выйти плохой энергии. Когда человек пожертвования совершает, он вот в этом озере ума, о чём мы говорили в первой лекции, внутри психики человека очищает карму. Ещё сильнее действие, когда человек совершает жертвоприношение, когда он молится, когда он собирается для обсуждения истины, когда он слушает священную музыку, когда он слушает лекции святого человека или наставника, когда он читает священные писания, когда человек ходит в храм и стоит на службе, молится, когда человек идёт по святым местам и пыль со святого места посыпает себе на голову. Такие действия очищают карму-басаны. Сжигают карму внутри прямо, не давая ей выходить наружу. Понятно? Вот это и есть удача. Что значит удача? Смотрите, веды говорят, тот человек, который понял, что то действие, которое для всех остальных людей кажется пустым занятием, является настоящим действием. А то действие, которое все люди считают настоящим действием, он считает пустым занятием, такой человек является настоящим мудрецом. Смотрите, чем люди все занимаются. Все люди думают, что надо очень много трудиться в этом мире для достижения счастья. Они думают, что надо знания достигать в учёбе по поводу дисциплины различной, которые учат, как действовать в этом мире. Они думают, что в этом и есть настоящее счастье. Мудрец знает, что это пустое занятие. Потому что на самом деле самое главное знание заключается в том, что все остальные считают бездействием молитву. Все люди по факту считают бездействием. Они не думают, какой смысл желать счастья человеку в своём сердце. Иди с ним и просто поговори. Но если карма плохая накопилась, ты с ним поговорить не сможешь. Он тебя пошлёт на три буквы и всё. На этом разговор закончится. У вас в Омске здесь ко мне на лекции ходила одна женщина. У неё сын попал, ну он не попал, у него был приступ шизофрении. И он в результате сидел дома. И у него была такая болезнь интересная, что если кто-то пытался туда зайти, то он пытался суицид сделать, покончить жизнь самоубийством. И он не ел ничего, потому что он сам себя не кормил. Ситуация, смотрите, человек помирает с голоду. Прийти к нему невозможно, потому что он никого не пускает и никого не хочет видеть. Мать находится в другом месте, не рядом с ними. Она пришла ко мне и говорит, что делать? Есть такая женщина здесь, присутствует? Нет? Нет, сейчас не на лекции. Ну она была, она ходила там, сколько, 15 лет назад, я когда приезжал сюда, читал об этом лекции. И она начала желать всем счастья и думать о сыне. И она это делает постоянно, не отвлекаясь от этого процесса ни на секунду. Через несколько дней он позвонил, мама, приди ко мне. Мама пришла, он ничего не сделал с собой. Она принесла продукты, приготовила их. И подсыпала в пищу чуть-чуть транквилизаторов, чтобы снять приступ. И так она вывела его из этой болезни, из состояния болезни. Видите, если бы она звонила, шла, стучалась, она бы убила его. Но она выбрала тонкое действие. И это всегда работает, мои хорошие, всегда. Поэтому вот это то, что все считают бездействием, сидеть вот с утра и просто, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Кто из вас пробовал я желать всем счастья первый раз? Вчера, допустим. Понимаете? Скучно было? Так себе, да? Знаете почему? Потому что вы не знаете, как это работает. У вас нет знания. Вот я тоже вчера молился и сегодня молился. Я сегодня молился и вспомнил вчерашний зал, почувствовал людей и начал за них молиться. И через какое-то время я почувствовал чистоту в отношениях с этими людьми и понял, что сегодня лекция будет хорошая. Но так как я почувствовал, что чистота возникает не сразу, а какое-то препятствие было, я почувствовал, что сегодня на лекции будет какая-то трудность. Понимаете? Это настоящая жизнь. Веда объясняет, что есть два этапа каждого события. Есть тонкий этап события, а есть грубый этап. Вот успешно какая фирма? Та фирма, которой есть обсуждение. Когда люди очень серьезно обсуждают, как действия совершать, сначала в обсуждении они живут. Они все полностью прорабатывают это действие. Такая фирма становится успешной, которая знает, как действия совершить на тонком плане сначала. Грубый план потом легко осуществить. Понимаете? Управление называется фирмой. Это тонкое действие. Точно так же существует тонкое действие или преддействие в любом событии. Допустим, муж еще не ушел из дома, но на тонком плане он уже ушел. И в это время его можно еще вернуть. Можно еще вернуть. В каком случае? Если ты очищаешь каждый день свое сердце, потому что на тонком плане можно узнать, что происходит во время этого процесса очищения. Допустим, ты садишься утром, начинаешь молиться, молишься, 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 молишься. Первое, что происходит, ты побеждаешь настроение. То есть человек пока молится, у него сначала внутри такая сильная зажатость. Он думает, хочу того, хочу того, хочу того. Хочу замуж, хочу замуж, хочу замуж. Действует плохая карма. Всех через хочу всегда действует плохая карма. Куда человек хочет, там будут страдания. Понятно, да? Когда человек думает, хочу служить святому человеку, разум действует, побеждает карму. Как побеждать карму? Хочу служить святому человеку, хочу служить святому человеку, хочу быть таким, как он, хочу выполнять его наставления. Мне надоело думать о своих глупостях. Хочу служить, я желаю всем счастья. Или молитву человек повторяет. Одно и то же. Он концентрируется, кругом несколько свечей стоит, он сидит неподвижно. Он повторяет молитву слух или шепотом, если может кому-то помешать. Звучит духовная музыка рядом. Он знает, что это самое главное в течение действия его, в течение жизни. Утро самое главное время в течение дня. Это самое светлое, чистое время. В это время карма сильно не действует. Когда солнце начинает подниматься, оно включает карму, и человеку трудно сосредоточиться, и надо что-то делать уже вовне. Но с утра, когда еще солнце невысоко, можно еще погрузиться внутрь себя и там жить. Когда человек погрузился внутрь себя, очень внимательно повторяет одно и то же. Сначала он не может выйти из-под влияния вот этой кармы, и она постоянно ему говорит, думай о том, что у тебя дети больны. Дети больны, дети больны, дети больны. Дети хотят кушать. Быстрее иди всех корми, иначе все с голоду помрут. Хватит сидеть. Иди стирай. У тебя времени нет. Думай о своем геморрое. И так далее. То есть ум заставляет человека думать о карме. Насилие совершает на человека. Человек, я хочу служить святому человеку. Это самое главное. Я верю в это. Другие, все, что я делал для себя, мне не помогло. Пожалуйста. Я хочу так жить. Благословите меня. И в какой-то момент, смотрите, во время молитвы есть два этапа. Первый этап. Свои силы. Человек борется своими силами и доходит до отчаяния. Он чувствует, ничего не работает. И второй этап. Он говорит святому человеку, помогите мне вам молиться. Я не могу сама. Пожалуйста, помогите. И кланяется, и плачет мысленно. И в этот момент приходит помощь. Немедленно приходит помощь. Всегда, когда человек входит в восстание прошения, всегда приходит помощь сразу. И в это время надо служить. Обычно люди как думают? О, блин, классно. Все, расслабился. И забыл про то, что он просил. Главное кайф. Чуть-чуть кайфа. От святого человека пришло. Счастье. Все, до свидания, молитва. Мне хорошо. И люди о чем думают? От святого человека что-то пришло. Он думает, я озарение увидел. Всем расскажу сегодня, какой я святой. Люди ищут озарение. Они потом собираются. Мы когда учились молиться, нам было по 20 лет. Мы собирались, у нас была такая тайная вечерня. Мы собирались и рассказывали, кто сколько раз увидел Иисуса Христа. Были все такие святые. Разные видения. У меня было такое сияние. А я такой был, весь сияющий сам. А я другого вылечил на тонком плане. Это означает, что мы гордились тем, что происходит. Это называется прелести. Любоваться собой. Молитва предназначена не для любования собой, а для балдежа. Она предназначена для служения святому человеку. Он тебе дает счастье. Ты отказывайся от него. Отдавай другому. И хочу служить. Хочу служить. Хочу служить. Не хочу никаких прелестей. Не хочу балдежа. Не хочу хорошей жизни. Не хочу видения, что муж будет. Хочу служить только. И все. Больше ничего не хочу. Не хочу сладкого курорта во время молитвы. Не хочу сладкого пищи. И сладкой пищи. И не хочу думать о том, какая красивая она. Хочу только служить. Больше ничего не хочу. А вот когда человек в сентябре помещает любого человека в свет или себя, это насколько правильно и неправильно? То, что представляет свет, он помещает ему за... Себя. Себя или судьи? Не надо этим заниматься. Настоящее, оно всегда простое. Вот смотрите, допустим, можно к девушке сейчас снимать. Слушайте, эти важные вещи говорю. Можно к девушке подойти и сказать ей, «Я тебя поместил в свет своего сердца». Она подумает, ну давай, давай. Вот. И можно подойти и сказать, просто сказать, «Ты такой хороший человек». Чувствуете разницу, да? Можно выпендриваться перед судьбой, а можно простые вещи делать. Надо делать простые вещи. Они больше ценятся. Простая вещь. «Пожалуйста, дай мне тебе служить. Я хочу выполнять твои наставления. Я хочу желать всем счастья так же, как ты». И молится, молится человек святому человеку постепенно. Молитва — это не означает просто вытащить что-то из святого человека для себя. Молитва — это просьба от служения. Что значит просьба от служения? Означает, что я хочу помогать другим с помощью тебя. Я хочу быть проводником твоей помощи. Я хочу выполнять твои наставления, чтобы всё очистилось вокруг, чтобы все люди вокруг стали лучше, «Я хочу служить». Означает, хочу быть таким же, как ты, для других. Хочу желать всем счастья для других. Человек должен ждать молитвы для того, чтобы желать молитвы и отношения со святостью, для того, чтобы стать инструментом в руках святости. Да, человек так начинает действовать. Дальше смотрите, что происходит. Первое, что происходит, он забывает про свои желания. «Хочу замуж», «Хочу работу», «Хочу кушать», «Хочу зарплату». Он забывает об этом. Потому что тот нектар, который идёт от отношений со святостью, в тысячу раз слаще всего, что мы можем здесь себе представить. Многие люди даже не представляют, о чём я сейчас говорю, насколько это глубочайшее счастье человек испытывает в отношениях со святостью. Это трудно себе представить даже просто. Первое, что происходит, успокоение желания. Второе, что происходит, идёт человек углубляться в сердце, в своё сердце. Да, он углубился в сердце, начинает видеть истинные отношения с другими людьми. Истинная картина его жизни всплывает. «Жена меня не любит, дети меня не любят, работа на самом деле скоро закончится, покармить, я скоро заболею». Ну что-то из этой оперы. То есть он видит трезвое, у него приходит отрезвление жизни. Этого не надо бояться. Вам показывают объём работы. Одна девушка так молилась, молилась и сказала, «Олег Геннадьевич, я почувствовал вот здесь так много грязи, мне стало страшно и прекратила молиться». Вы же сами просили служения. Вам показали объём работы. Поднимите руку, у кого так произошло. Молилась, молилась, много грязи, перестала. Объём работы увидела, не перестала, крепкая, молодец. Не переставайте. Объём работы показали, по капелькам надо чистить своё сердце. То есть как чистить? Служить святому человеку? Ради него чистить. Или чистить сердца других? Ради них, не ради себя. Не ради того, чтобы не легче с ними жить стало. Итак, смотрите, первый этап. Человек сосредотачивается на молитве, чувствует нектарный вкус. Не успокаивается, продолжает идти вперёд. Второй этап. Начинает трезво видеть свою жизнь. Третий этап. Когда он глубже в корень сердца проходит, человек неожиданно для себя начинает видеть опасность. Он видит, что вот тогда-то в моей жизни будет тяжёлое событие. Чувствует это. Больший объём работы показали. Справился с этим, ещё больший объём работы показали. Когда он и с этим справится, он дальше молится, с этим тоже справляется. Это уже не один день, может несколько месяцев понадобится, чтобы с этим справиться. Дальше ещё глубже покажут. А что ещё глубже находится? А ещё глубже человек узнаёт, что ты вот всё, что ты сейчас в этом мире делаешь, это всё пустое. Потому что твоя жизнь предназначена для наших отношений. Для этих отношений святости. Для святости жизнь предназначена. Потому что в этих отношениях ты поймёшь, что ты вечный. Что ты живёшь только для счастья, только для любви, только для служения. И только для божественного. Мы божественную природу имеем. Мы не живём для простых отношений, которые наполнены корыстью. Вы скажете, что значит, Олег Геннадьевич, в монастырь уходить? Нет. Карма не даст уйти в монастырь. Карма сковывает нас, поэтому мы живём внешне, как все. Внешне мы делаем всё то же самое. Мы работаем, женимся, рожаем детей, воспитываем всех. Но это не главное в человеческой жизни. Главное — это постижение истинного смысла жизни, который орошает счастьем всю эту жизнь. Как подтверждение, что ты идёшь правильным путём. Для чего нужно счастье человеческое? Веды говорят, как подтверждение, что ты идёшь правильным путём. Если ты счастье человеческое получаешь, значит твоя дорога истинная. Потому что веды объясняют, что когда человек гонится за счастьем, счастье всегда от него убегает. И он как скупец бежит за ним, прося хотя бы капельку. Когда человек победил себе желание бежать за счастьем, начинает служить, то тогда счастье начинает бежать за ним и сбивает его с этого пути. Когда человек начинает служить, он всем дорог. Все такие люди нужны. Всем. И к этому человеку возвращается всё, что он потерял до этого. И ему говорят, будь с нами, будь с нами. На тебе деньги, на тебе славу, на тебе почёт, на уважение. Всё, давай, бери, бери. И он говорит, мне ничего не надо, я хочу служить. А счастье догоняет его. У него становится много друзей, появляется муж-жена, появляется работа, всё появляется, всё возвращается на жад в жизнь. То, что потерял. Как показатель того, что всё правильно. Поэтому некоторые думают, что если ты идёшь духовным путём, значит, будешь без штанок, несчастный, фанатик, глупец, больной и так далее. Нет, это неправда. Люди, идущие духовным путём, получают как награду всё в жизни. По факту, таким людям особо и не надо сильно крутыми быть, сильно светиться. Они просто видят, что это не надо. Это не надо просто. Мне так сильно хотелось раньше на телевидении. Сейчас, ну, что там делать вообще? Такой отстой. Там одна рисовка, там ничего хорошего не скажешь. Вот самое лучшее, такие вот эти аудитории, как вы. Тихонечко прочитал лекцию, никого не трогаешь. Все счастливы. Зачем рисоваться? Ничего, вот я столько лет в этой Москве, на этом телевидении был, ничего хорошего, никому ничего не сказал. Потому что ограничение по времени, этого не говорить, этого не говорить. Всё понятно, всё понятно. Это не рейтинговая тема, это не рейтинговые темы. А что рейтинговые темы? Говорите всё в общих чертах. Видите, то, что там не факт, что это нужно, не факт, что это всё нужно. Итак, смотрите, три вещи. То есть молитва очищает сердце в глубине. Но ещё есть кое-что, что стоит выше молитвы. И выше отношений со святым стоит тоже кое-что. Знаете, что? Стоит выше этого. Выше этого стоит желание общаться друг с другом, с теми, кто идёт духовным путём. Потому что если человек ни такого общения не имеет, то он не добьётся святости, он не сможет быть рядом со святым, он не может слушать духовную музыку и так далее. Почему? Потому что у человека в жизни выпадает удача попадать на такие лекции случайно. В определённый период жизни, в полосу, есть такая полоса удачи у человека, когда всё клеится, у него развивается духовная жизнь сама собой. Когда полоса удачи проходит, и он в этот период не завязал духовные отношения, он не нашёл в себе друзей, не нашёл наставников, не нашёл в себе среду духовную, это значит, что потом ему это всё станет неинтересно, и он уйдёт опять в прежнюю жизнь, зная, что есть что-то лучше при этом. Понятно, да? Поэтому среда, в которой ты будешь общение строить, самое главное. И она поддерживается с помощью служения. Не то, что эти люди, которые занимаются духовной практикой, должны тебя искать, к тебе ходить, ты-то сам должен туда ходить.